Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами поговорим о философии шашек, то есть о том, как я понимаю шашечную игру. С шашечной игрой я знаком уже на протяжении более чем 20 лет, а человечество играет в нее уже на протяжении 5000 лет. И кроме того, мы поговорим о главных отличиях шашек от шахмат. Первое главное отличие шашек от шахмат заключается в том, что в шахматах можно либо занимать центр, то есть атаковать позицию соперника из центра, либо попытаться получить материальное преимущество, либо попытаться поставить мат королю соперника. В шашках также желательно занимать своими шашками центральные поля, но зачастую возможно и окружение. То есть можно почувствовать себя неким полководцем древности, Ганнибалом, который в свое время красиво окружил римскую армию и практически полностью ее уничтожил. Давайте посмотрим это на примере. Давайте оценим данную позицию. Эта позиция встретилась в партии двух гроссмейстеров. Николая Абациева, который играл белыми, и Виталия Габрилиана, который играл черными. Ход черных. Кажется, что преимущество на стороне белых, ведь их шашки заняли центр, но это не так. Черные нападают, надо закрываться. И после второго размена выясняется, что позиция белых намного хуже. Ход ДЦ5 здесь уже проигрывает, потому что черные играют ФЕ5. Надо нападать. Черные отходят. И белые играют СД6. Теперь черные играют АБ6. Белым надо нападать на шашку. Черные отходят. Белые играют ЕФ6. Пытаются прорваться в дамки. Но черные жертвуют шашку. И после ЖФ2 и БЦ5 черные ставят дамку. И выясняется, что у белых проигрыш. То есть на единственный ход СД6 черные жертвуют шашку, снимают три шашки с соперника и легко выигрывают. То есть в этой позиции ход ДЦ5 уже проигрывает. Надо играть ЕФ4. Теперь черные играют АБ6. То есть не дают занять белым пулей С5. Белым надо играть ДЕ3. Ну и после хода ФЖ7 белые находятся перед дилеммой. Как сыграть? Либо ФЕ5, либо ФЖ5. В партии белые пожанничали и сыграли ФЕ5. Этот ход проигрывает. Черные отдали одну шашку и побили две шашки белых. Теперь надо играть БЦ7. И черные ставят дамку на поле С1. Ставить дамку белым нельзя, потому что черные побьют на А6. И проведут все три шашки в дамке. Если на Б8 ставят, то бьем на Ж5. Ну и как видите, черные все равно владеют большой дорогой. Они должны легко победить. Поэтому белым нельзя ставить дамку. Приходится отходить. Теперь черные снова нападают. Белые отходят. Снова напали. Надо отходить. И черные щедро жертвуют свою дамку. И легко выигрывают. То есть в этой позиции, друзья, надо было белым пожертвовать шашку. И сыграть Е4. Теперь черным лучше всего разменяться. И у белых все-таки есть ничья. Надо сыграть ФЕ5. Теперь ФЖ3, СБ4, ЖФ2, БЦ5. Ну и куда бы черные не поставили дамку, белые нападают, черные отходят. И белые успевают прорваться в дамки. Партия заканчивается ничьей. Следующее отличие шашек от шахмат заключается в том, что в шахматах отсутствие возможных ходов одного из соперников называется пад. По сути это ничья. А в шашках такое положение, это по сути это плен. И это приравнивается к поражению. Ну рассмотрим простейший пример для новичков. В этой позиции ход белых. Ну надо играть АБ4. Черные играют АЖ7. Единственные ходы. Теперь белые могут сыграть либо на А5, либо на Ц5. Но лучше пойти на Ц5, чтобы иметь в дальнейшем два возможных хода. Черным также лучше пойти в центр, чтобы иметь два возможных хода. Теперь белые отрезают черным возможность сходить на Е5. И черным приходится играть только на Ж5. Белые стоят на распутье, как видите, как по сути богатырь. То есть направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, жизнь потеряешь. И выигрывает только поход в дамки на Б8. Остальные продолжения ведут к ничьей. Как это возможно? Мы играем на Ц7. Черные играют на Ф4. И ставим дамку на Б8. Теперь если черные играют ФЖ3. Мы ставим дамку на А7. Черные жертвуют шашку. Ставят дамку. Мы жертвуем шашку. И ловим дамку черных с выигрышем. Ну естественно, черные ведь не обязаны играть ФЖ3. В этом положении они могут сыграть ФЕ3. И в этой позиции выигрывает только жертва шашки белыми. То есть черные ставят дамку. И белые неожиданно зажимают черных на нижнем двойнике. Теперь как бы черные не жертвовали свою дамку. Мы бьем на поле Ж1. И как видите, у черных осталась еще одна боевая единица. Одна шашка. Но ходить ей некуда. По сути это плен. Это поражение. Ну и давайте рассмотрим пример, допустим, из шахмана. То есть вот такое положение. Тут как бы белые не ходили. Черные будут просто ходить туда-сюда в углу. Ну и будет ничья по сути. А если белые сыграют пешкой на А7, то черные уходят на А8. Белые вынуждены играть на поле А6. И как видите, у черного короля нет возможных ходов из-за того, что ему будет объявлен шах на любой ход. То есть по сути это пад. Это ничья. Следующее отличие заключается в том, что шашки взаимодействуют между собой. Сила шашки значительно увеличивается, когда она находится в ударной колонии. То есть в этой позиции, видите, у белых всего две шашки, а у черных три. Но при ходе белых они побеждают за счет того, что их шашки находятся во взаимодействии. Они находятся в ударной колонии. Белые жертвуют шашку. И как видите, одна белая шашка выигрывает три шашки черных. Ну и последнее отличие шашек от шахмат заключается в том, что в шахматах короля надо постоянно защищать. В шашках тоже есть своего рода король. Так называемая золотая шашка. Ну или царь шашка, как я ее называю. Ну и последнее отличие шахмат от шашек. Что такое король в шахматах? Что такое король? Это самая слабая фигура. Нужно постоянно защищать. То есть, друзья, в шахматах король, по сути, это слабость в позиции белых и слабость в позиции черных. Норвежец, чемпион мира Магнус Карлсон иногда любит поприкалываться за доской. Когда он играет Е4 и черный отвечает Е5, он зачастую играет король Е2. То есть, по сути, Магнус показывает, что он передает преимущество начальной позиции черным, но в то же время психологически давит на соперника. Как раз показывает, что да, дружище, я передаю тебе преимущество, зато понимание в шахматах у меня гораздо выше. И за счет этого понимания я тебя переиграю. То есть, друзья, мы выяснили, в шахматах король является слабостью. То есть, своего короля надо защищать, всячески прятать, проводить рокировку. А чужого короля надо атаковать. В шашках же ни одна из шашек не является слабостью как таковой. Давайте теперь поговорим о философии шашек. Для меня имеют большое значение следующие 5 пунктов. Первое. Каждый ход в шашках имеет свой смысл. То есть, не бывает безразличных ходов. Каждый ход имеет смысл. И над каждым ходом надо думать. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Второе. Шашки, на первый взгляд, они все одинаковые. Но на самом деле их сила различна. То есть, многие шашисты знают, что есть отсталые шашки. Это А1 и А2. То есть, почему они отсталые? Потому что у них есть только одна возможность для хода. И одна возможность для взятия. Шашки с дамочных полей, они важны в начале партии. Потому что, благодаря им соперник не может прорваться в дамки, когда дамочные поля закрыты, во-первых. Во-вторых, все они участвуют в образовании ударных колонн, за счет которых передние шашки приобретают мощь. Вот как раз о чем я и говорил. В отличие от шахмат, шашки, они взаимодействуют между собой. И передние шашки, которые опираются на ударные колонны, они становятся более сильными. Следующий пункт. Шашки напоминают войско в сражении. То есть, многие историки полагают, что шашечная игра возникла из римской игры латрункули. То есть, обратите внимание, шашечное войско построено в три ряда, как и строились римские легионы. И, кроме того, латру в переводе с древнеримского означает бандит. Бандит, ну, кто-то переводит как воин. То есть, игра связана со сражением. Ну, об этом многим известно. Но для меня еще шашечная игра ассоциируется с государством в его историческом развитии. То есть, обратите внимание, в шахматах можно идти вперед, назад. То есть, можно отступать. В шашках же шашки идут только вперед. Назад они могут размениваться только с помощью размена, возвращаться. То есть, как и в историческом развитии, мы можем двигаться только вперед. Мы не можем переместиться назад. Следующий пункт. Шашки учат нас жертвовать собой ради всеобщего блага. Ради блага Отечества. То есть, зачастую мы можем, когда проводим шашечные комбинации, пожертвовать одну, две, три, четыре, пять шашек. Но затем забрать больше шашек соперника и пройти в дамки, допустим. То есть, вот как раз шашки учат нас тому, что не надо быть эгоистом. Надо заботиться о благе своего Отечества. Ну и последний пункт. В шахматах, как известно, когда остаются короли один на один, это всегда ничья. Когда они остаются тет-а-тет, так скажем. Но в шашках даже и один в поле воин. Ну и хочу привести знаменитую комбинацию шашечного маэстро Бахтиозина. Кажется, я ее показывал, но все равно хочется еще раз ее показать вам. В этой позиции участвуют всего четыре шашки белых против всего шашечного войска черных. Но тем не менее, белые красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Ну кажется, немыслимым победа белых в этой позиции, но тем не менее, это так. Белые ставят дамку, жертвуют первую шашку, затем жертвуют дамку, затем жертвуют третью шашку, и у них осталась всего одна шашка. И вот эта шашка добивается победы. То есть, обратите внимание, друзья, все шашки черных, они разобщены. То есть, так называемое решето, видите, между шашками черных есть свободные поля. То есть, по сути, шашки черных это эгоисты, которые сами за себя. И вот именно поэтому белые побеждают. Белые совершают вот такой удар. Бьют на d6, затем на f8, шашка превращается в дамку. Затем бьют на h6, на f4. Через одно и то же поле можно перескакивать. Два раза во время удара через одну и ту же шашку перескакивать нельзя. Затем за c1, на a3, на c5, на e3 и на g1. То есть, показываю еще раз. Сперва бьем вот эту шашку черных, затем эту, затем эту. Шашка превращается в дамку, затем эту бьем. Эту, 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 эту и эту. И завершаем удар. То есть, вот это будет выглядеть быстро, дамка, вот так. Ну и затем снимаем загребущими руками шашки черных. Остаются две шашки черных, но мы их обрезаем по тройнику и легко выигрываем. Ну и последнее, друзья, сравнение на сегодня. Основой любого государства является культура и знания гражданами страны своей истории. Традиционная семья, вера, ну и самодержавие. По крайней мере, для России всегда являлась основой государства. Если мы убираем вот эти ценности, то позиция нашего государства становится безупорной. У нас нет возможности для размена, и мы проиграем эту партию. Если же мы возвратим вот эти ценности, поставим их на место, то мы можем бороться за свое существование в истории. Кроме того, друзья, обратите внимание, еще такой момент. Если убрать шашку Е1 и Д8 у черных, то есть гроссмейстер Сергей Белошев иногда предлагает сыграть своим соперникам с ним вот такую партию без золотых шашек, так называемых, или без царь-шашки, как я их называю. Ну и сильнейший вариант будет за белых и за черных ЦБ4 и БА5. Белые ставят кол, черные нападают, белые размениваются. Черные играют ЖФ6, белые закрываются, черные играют ЖФ6. И после БЦ3 черные возвращают свою царь-шашку на место. То есть, то же самое, что произошло в Великобритании. То есть, вначале народ возмутился, обезглавил своего короля, Карла I, в стране произошла революция. Но затем место короля все-таки занимает его потомок, Карл II. Вот я думаю, что подобное все-таки произойдет и в России. Друзья, сегодня я попытался раскрыть суть шашечной игры в моем понимании. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, мне интересно ваше мнение. Возможно, у вас какие-то есть сравнения шашек с шахматами, свое понимание шашек. Мне это тоже интересно. Обсудим. Задавайте вопросы. Если вам что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания.